Благодарим Аллаха, который собрал нас вместе в самом наилучшем из своих дней в пятницу, в самом наилучшем месте, в своем доме, просим Аллаха, чтобы в последующие дни вместе собирались на поклонение Аллаху в этой жизни в Дуне и в вечности были в раю, в джаннате. Извините за голос, мы сегодня только прилетели ночью из хаджа, голос сел, и сразу в дом Аллаха приехали. Самые лучшие, любимые дела перед Аллахом, когда ты являешься причиной, что твой брат радуется, что ты вселяешь своему брату в сердце радость. Радость, альхамдуллах. И поэтому клянусь Аллахом, и беру свидетелей, ангелы, Аллаху, то, что я рад вас всех видеть, братья мои, и очень по вам всем скучал. И также клянусь Всевышним Аллахом, на день Арафати, ни о ком я из вас не забыл, просил у Аллаха, о каждом брате, который ходит в мечеть нашу, в другие мечети, за всех мусульман просили, просим Аллаха, чтобы принял, иншаллах, также, альхамдуллах, братья попросили рассказать про хадж, про достоинства хаджа, те братья, которые не были на хадже, как делается хадж, какое достоинство хадж, для чего нужно делать хадж, и кому-то это будет как повторение, для того, кто не был на хадже, может быть, за это подбодрить, для того, чтобы совершить хадж. Во-первых, хукм хаджа, фаридатуллахи аля кулли мусульма мусульма истята'иля и сабиля. Хадж, совершение хаджа является фардом, является обязательным каждому мусульманину и мусульманке, у кого есть на это возможность, то есть у кого есть возможность совершить хадж по здоровью, состоянию здоровья, и у кого есть финансы, возможность совершить этот хадж, является фардом, он с него не списывается. Это пятый столб ислама, так же, как и намаз, так же, как и пост, так же, как и закат. Так же хадж является столбом. Как сказал Субханам Ва Та'аля, Перед Аллахом является обязательным совершить хадж, у кого есть на это возможность. Наш ислам опирается на пяти столпах. То есть, ислам и весь столпы, на что он опирается, на что он держится. Первый столб — это свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад является рабом и посланником Аллаха. Чтение пятикратной молитвы Обязательный закат Пост месяц Рамадан И совершение паломничества хадж, у кого есть на это возможность. Как мы сказали, финансовая, так и материальная. То есть, если у человека есть долги, или у него нет возможности поехать на хадж, с него не будет спрошен, почему он не сделал хадж, до тех пор, пока не появится у него возможность. Или человек, у кого, например, болеет он, болеет, у него есть там парализованный или еще. На нем нету обязательства совершить хадж, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Хадис фил Бухари у муслим, приводится достоверный хадис Бухари у муслим. И хадж совершать является фардом один раз за всю жизнь. Является фардом. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, хадж совершить обязательно один раз, а кто больше совершил, это будет как дополнительное. Благое дело, сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям. Также является мустахаб, сунный, желательный, через каждые пять лет повторить хадж, у кого есть возможность. Например, человек совершил хадж, у него появилась возможность через пять лет его повторить. Как пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, сказал, от Аллаха передал в хадисе л-Кудсе, Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, если раб Аллаха, у него есть здоровье, у него есть финансовая возможность, через каждые пять лет, если он совершает хадж, то он махрум. То есть махрум, это как бы отдаленно от Аллаха, субханаху ассалям. Поэтому сунной является совершить хадж через каждые пять лет, а обязательным является совершить хадж раз в жизни. Что касается умры малого хаджа, то является сунна-тал-ваджиба, то есть сунна, но близко к обязательному, близко к ваджибу. Как сказал, субханаху атеаля, совершайте хадж и умру, совершайте хадж и малый хадж ради Аллаха, субханаху атеаля. В чем же хикма, мудрость хаджа? Для чего нужно совершать хадж? Из мудрости хаджа и малого хаджа дабы очистить себя от грехов, очистить свою душу и свое тело от грехов, нам перед Аллахом, субханаху атеаля, и приблизиться к Аллаху, субханаху атеалей, быть счастливым в вечности. Как сказал наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, хаджи не совершал грехи во время хаджа, не совершал грехи, не спорил, не скреннословил, хаджи не занимался, то вернется домой, подобно как новорожденный ребенок, сказал пророк Мухаммад, подобно тому, как будто родила его мама. Вот такой вот аджр, такая вот награда за хадж. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, побуждал совершать хадж. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, призывал хаджу разными путями. Как сказал он в хадисе пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, самое лучшее дело, это иман, вера в Аллаху и его посланника. Потом джихад, проявление усердия на пути Аллаха, а потом уже принятый хадж, тот хадж, который принял Аллах. Как же понять, принял Аллах или нет? Хадж, если человек приехал на хадж, бывают люди, приезжают на хадж, ради чего-то другого, не ради Аллаха. Есть люди, которые, субханаллах, приезжают на хадж, для того, чтобы вернуться потом домой, и сказали он хаджи, чтобы у него не просто было имя, Скажем, про Абдулла, приставка Абдулла Хаджи. Вот для такого намерения он поехал. Это Хадж не мабрур, это Хадж непринятый. Или я как помню, в 2001 году ехали один из имамов тоже. Он поехал. Я говорю, ты для чего едешь на Хадж? На Хаджи ничего не знает, мы там учились в Саудии. Он говорит, я еду для того, чтобы когда вернусь, мне будет дозволено одевать на голову зеленую чалму. Я пока белую чалму на голову одеваю, но когда вернусь, мне можно будет зеленую чалму одевать. Или сертификат Хадж привезу, смотрите, я Хаджи. Не для этого мы совершаем Хадж, а для того, чтобы Аллах принял, для того, чтобы Аллах принял и выполнить обязанность фарт, которую Аллах приказал нам. Также сказал Пророк Мухаммад в Хадисе, тоже приводит его имам Бухари, его муслим. Принятый Хадж, нет у него никакой награды, кроме как рая. Кроме как рая, сказал Пророк Мухаммад. Аллах прощает грехи, а принятый Хадж, нету никакой другой награды, кроме как рая, сказал Пророк Мухаммад. Поэтому, если у человека нету, скажем, ничего, преграды, чтобы совершить Хадж, у него есть возможность совершить Хадж материально, финансово, то он не должен откладывать, уважаемые братья, на следующий год или на потом, но же он совершит, потому что Аллаху А'лим сможет он на следующий год совершить или нет. Будет ли у него здоровье или нет. Потом бывает, во время пандемии закрыты были дороги. Аллаху А'лим доживет, он до следующего Хаджа или нет, поэтому нужно стараться совершить и снять с себя эту обязанность, снять с себя столб, который также предписан нам как намаз, как пост, как и зака. Поэтому Аллаху А'лим сказал, Аллаху А'лим доживет, у кого есть на это возможность. А тот, кто отворачивается, не берет это, то есть оставляет Хадж, то Аллаху А'лим доживет, Поистине Аллаху А'лим доживет, богат от всех миров. То есть как бы Аллаху А'лим доживет, не хочешь совершать Хадж, я не нуждаюсь в твоем Хадже, это меня не принесет пользу, твой Хадж. Это для тебя же самого нужно. Поэтому вкратце расскажем, как совершается Хадж. Братья попросили рассказать, как совершается Хадж. Вкратце, когда человек приезжает, первое, что он прилетает на территорию Мекки, в аэропорт Джидда, или прилетает, бывает, некоторые в Уфу, некоторые группы прилетают вначале в Медину. То если, например, прилетел человек в Медину, в Медине он что делает? Читает намазы в мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям. Каждый намаз в мечети пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, приравнивается к тысяче намазам. Каждый намаз приравнивается к тысяче намазам. Некоторые ученые говорят, каждый рака'ат намазы приравнивается, как к тысяче рака'атам намаза. Также он, аль-хамдалля, посещает могилу пророка Мухаммада, салаллаху алейхи ва салям, передает ему салям, также посещает такие местности как гора уход там где были была вторая битва где были шахиды 70 сахабов там же был шахидом хамзе дядя пророка мухаммада салла алейсалям они там же похоронены возле горы уход также посещает межида куба мечеть куба это первая мечеть которая построена в исламе пророк мухаммад салла алейсалям когда жил в мекке то есть он жил между мучриками жил между язычниками курашитами они давали им возможность вместе собраться для коллективной молитвы и сердце пророка мухаммада салла алейсалям тосковала тосковала по коллективному намазу поэтому просязилась салла или за любил все делать вместе джематом читать намаз джематом кушать джематом выезжать в сафар и так Он скучал по коллективной молитве И когда они уже переселились в Медину Куба, это сейчас входит на территорию Медины Раньше это была деревня Куба Там построили мечеть Первая мечеть, которая построена На богобоязненности Там первая коллективная молитва была совершена И после того, когда пророк Мухаммадз Покинул местность Куба И переехал на территорию Раньше назывался Яфриб Сейчас это все вместе Каждую субботу брал омовение И выезжал, опять скучал по этой местности Читал там два рака'ата намаз И сказал пророк Мухаммад Кто-кто совершил омовение И приехал в мечеть Куба Совершил два рака'ата намаза Получает награды, как будто он совершил Малое подлумничество Сказал пророк Мухаммад Также есть мечеть Киблятейн В Медине есть мечеть Киблятейн Киблятейн То есть два кибля Два направления Почему так она называется? Пророк Мухаммад Раньше мусульмане молились В сторону Иерусалима Но пророк Мухаммад Будучи в Мекке Он всегда смотрел на Каабу И смотреть на Каабу Это тоже поклонение Аллаху Мубарак Аллах назвал Каабу домом Мубарак Баракатным Каждый, кто смотрит на Каабу Он возвеличивает Аллаху Он вспоминает о Всевышнем Аллаху Сердце его переполняется Трепетом И в тот момент Когда они переселились В Медину Он не смог видеть Каабу Воочи Но молились В сторону Иерусалима И всегда поднимал взор Во время молитвы В небо И представлял Каабу Так он тосковал По Каабе И Аллах Субхану Не спасал В Коране О Пророк Мухаммад Я вижу Как ты всегда поднимаешь Свой взор Во небо То есть Как ты тоскуешь По Каабе И смотрите Как Аллах Субхану Проявил Свою милость Свою мягкость Под отношение К нашему Пророку Мухаммаду Салаллаху Алейху Я вижу Как ты постоянно Поднимаешь Свой взор В небо Я вижу Как ты тоскуешь И я поверну тебя В сторону В ту сторону Которую ты желаешь В сторону Каабы И мне посылается Аят Во время молитвы Это было на местности Кибилатейн Поверни В сторону Мечети Аль-Харам Во время молитвы Пророк Саллах Поворачивается В сторону Аль-Харам И 10 сподвижников Из их числа 4 халифа Поворачиваются Не раздумывая За ним За посланником Аллаха Саллаху Алейху И этих людей Эти люди 10 людей Которые при жизни Уже обрадованы Раем При жизни Они ходят По этой земле А они знают Что они в раю Почему Как вы думаете Почему Потому что Они не задумывались Пророк Саллаху Алейху Салям Сделал Так и нужно сделать Не философствовали Некоторые Почему так А почему Сяк Саллаху Алейху Сделал Значит Это наш шариат Значит Мы должны следовать За ним Как Аллах В Коране Говорит Мухаммад Скажи Если вы любите Аллаха То следуйте За мной И тогда Аллах Субхану Вас полюбит Вот эти вещи Основные Которые человек Совершает в Медине Дай Аллах Кто ездил Еще раз поездил Кто не ездил Чтобы у вас Представление было Что там совершается Как-то это совершается Потому что Братья спрашивают Альхамдуллю После этого Что Когда начинается Перед тем Как начинается Дни Хаджа А первый день Хаджа Это восьмой день До этого Люди Направляются В сторону Мекки В сторону Мекки И останавливаются На точке Микад То есть Та точка Где нужно Одеть Ихрам Зайти В состояние Ихрама В состояние Вот этого Скажем Одевают Две накидки Такие мужчины Два белые Платенца Ихрам Называется До этого Берут полное Омовение Женщины Они В обычной одежде Своей Кроме Некаб То есть Лицо Не закрывают Они Приезжает На это место Зульхулейфа Есть несколько Таких точек Если мы Когда в Арияде Учились В Таифе Был свой Микад Есть свой Микад А здесь Зульхулейфа Это тот Микад Когда Пророк Псаллах Из Медина Ехал В Мекку Останавливался Там И делал Намерение Если мы Возьмем То есть Он делал Намерение Для того Чтобы совершить Умру Вначале Совершает Умру И Заходим В состоянии Храма В состоянии Храма Запрещено Стричь ногти Волосы Мазаться Благовоньями Супружеская Близость Нельзя Отрывать Лепестки Деревья Ломать Насекомых Убивать И человек Более Бдителен Должен быть В этом состоянии Потому что Пророк Саллах Сказал Кто приехал На хач И не спорил Рыбой Не занимался То есть Ненужные дела Не занимался Аллах Субханалу 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 И словами Эти слова Тальбия О мой Господь Я перед тобой О мой Господь Я перед тобой Я не предаю тебе Сотоварищи То есть Ты Как будто И президент И министр И король И дворник И водитель И олигарх Все в одной одежде Так как мы станем Сотоварищи Перед Аллахом Субханалу Один только царь Аллах Субханалу Все остальные рабы Как вы говорите Субханалу Все кто в небесах И на земле Все они являются Рабами Аллаха Субханалу Один только властелин И хозяин Аллах Субханалу И в этот момент У него состояние души Он не просто говорит языком Но он понимает Со смыслом Что он произносит Я перед тобой Субханалу Я твой раб Поистине Вся похвала Вся милость Вся власть Принежит только тебе И нет у тебя Сотоварищей Во время Джахилия Наряду с посланником Аллаха До ислама Люди совершали Паломничество Но они совершали Предавая Аллаху Сотоварищи Было в Каабе 360 идолов Предавались Сотоварищи Таким идолам Как Аллат Аль-Узза А кто такие Аллат Аль-Узза Это были Праведными людьми Единобожниками После их смерти Люди построили В честь них Идолов Обождествили их И начали поклоняться И язычники Говорили следующее Добавляли О Аллах У тебя нету Сотоварища Кроме того Сотоварища Который Он для тебя Который ты сам выбрал И первый Кто зашел Со словами Таухида Единобожий Такой сахаба Звали его Сумама Ибн Уталь Сумама Ибн Уталь То есть Если сейчас Есть город Эр-Риад Столица Саудовской Аравии Есть город Мекка Мадина Мунаура Город Православник Аллаху Алейхим И тот Кто отвечал За это И делал Поставки В Мекку В Медину Его звали Сумама Ибн Уталь Если На сегодняшний день Взять Министр Сельское хозяйство И он Когда шел Для того Что совершить Малое паломничество Проходил Мимо Медины И он Хотел совершить Он тогда Был мучериком Был язычником Сподвижники Его поймали И остановили Его в Медине Привязали Его около мечети Пророка Мухаммада Саллаху Алейхи Ассалям Когда пророк Мухаммад Саллаху Проходил Для совершения Молитвы В мечеть Мимо него Проходил Что у тебя Что ты хочешь сказать Его кормили Его поили Над ним не издевались К нему хорошо Относились И пророк Саллаху Хотел для него Счастья В обоих мира На что он отвечал Я Мухаммад Если ты хочешь Меня уничтожить Убить То убей Проливай кровь То есть даже Арабы И всегда были Такие храбрые Даже во время Джихили Если ты хочешь Меня убить То не жалей Меня Если ты меня Простишь То ты простишь Щедрого человека Как бы дал намек Пророку Я тебя Отблагодарю за это Посланник Аллаху Ничего ему не говорил Заходил в мечеть На следующий день То же самое Что у тебя Я Расуль Аллаху Посланник Аллаху Тот же самый Ответ Если хочешь Меня убить Не жалей Меня Если ты меня Простишь То прости Щедрого человека Пророк ﷺ оставил его. На следующий день. Тот же самый ответ. И Пророк ﷺ сказал. Отпустите его. То есть не попросил ни денег. Его не наказал, ничего не сделал. Отпустите, пускай идет. Потому что нет принуждения в религии. Он удивился. Вышел из территории Медины. Взял полное омовение. И обратно зашел. И сказал. Я свидетельствую, что нету Бога, кроме Аллаха, и то, что ты, Мухаммад, раб и посланник Аллаха. И раньше, говорит, самая ненавистная для меня религия была религия Ислам, а сейчас самая любимая для меня религия – религия Ислам. Самое ненавистное для меня лицо было твое, самое любимое лицо для меня твое, сейчас я, Расуль Аллах. Аллах, Субхану Ва Таалу, сказал нашим любимым пророкам Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, «По милости Аллаха, Мухаммад, твое сердце было мягкое по отношению к ним». Он на него не кричал, не бил, не заставлял. «Если бы твое сердце было бы жесткое, ты был бы злым, они бы все от тебя отвернулись». И после этого пророку, саллаллаху алейхи вассалям, сахабы оставили его в Медине, обучили, как правильно по Исламу совершать паломничество, без ширкият, без многобожия. И он отправился в путь в Мекку. И заходит в Мекку, то есть он не обычный, так скажем, был бедуин, а был статусный министр сельскохозяйства. То есть от него, можно сказать, зависело поставки продуктов, хлеба, пшена на территории Мекки. Даже для курашитов, для них. И там Абу Суфиан, все статусные курашиты увидели его, он заходит с поднятой головой. Тогда удивились курашиты и сказали, что случилось? Я принял ислам, я принял религию Мухаммада. И клянусь Аллахом, никто мне запретил заговорить там тальби. Клянусь Всевышним Аллахом, сегодня же дня зернышко вам не поступит от меня. Потом они начали писать письмо пророку Мухаммаду саллаху алейхи вассалям. Я Мухаммад ибн Абдиллях, о Мухаммад, сын Абдуллы, с просьбой. Мы тебя просим, чтобы ты дал добро указания в имаме, чтобы он нам опять делал поставки еды, потому что началась годоловка. И в этот же момент наш любимый пророк Мухаммаду саллаху алейхи вассалям по отношению к тем, кто изгнал его из Мекки, кто враждовался с ним, был его врагами, он сказал, мама, будь милостив к ним, поставляй им поставки. Вот такое было сердце нашего любимого посланника Аллаха саллаху алейхи вассалям. Когда человек приезжает в Мекку, совершает обход вокруг Каабы 7 раз, если есть возможность поцеловать черный камень, он его целует, если нет, просто делает ищару, поднимает правую руку, говорит, бисьмилаллаху акбар. Когда делает обход, его правое плечо открыто, и он первые три обхода старается сделать так, легким бегом, так скажем, или быстрым шагом. В чем эта тоже мудрость в этом? Когда пророк саллаху алейхи вассалям сахабами 400 километров из Медины в Мекку, сейчас есть комфортабельные автобусы, поезда, кондиционеры, а раньше нет, пешком шли, через горы, кто-то, может быть, дошел, кто-то уставал, столько верблюдов много не было, и была жажда, еды столько не было, пророк саллаху алейхи вассалям сказал, «Курашиты будут на нас смотреть на горе Сафа, когда мы зайдем в Мекку, откройте мускулы, пускай они увидят наши мускулы, и мы еще покажем, что у нас остались силы для того, чтобы совершать талаф». Вот в этом хикме, вот эта мудрость этого обхода. После этого совершает два раката намаза за макам Ибрахима, есть там следы пророка Ибрахима, алейхи салям, в первом ракате после фатиха читает «Сурат Кулияю халкафирун», во втором ракате читает «Сурат Кулияю халкафирун», потом поднимается на гору Сафа, сейчас уже это равнина, раньше была гора, вот эта дуа и так семь раз обходит между Сафа и Марва. Есть там местность зеленым отмечена сейчас, где нужно делать мужчинам легкий бег, тоже когда супруга Ибрахима, алейсалям, Хаджар искала воду для своего ребенка Исмаиля, она бегала, искала воду зэм-зэм, потом открылся этот источник, она начала говорить зэм-зэм, то есть на ибрейском языке, то есть не расходись, не убегай, и Аллах принял ее дуа, это еще было до нашей эры, на сегодняшний день этот родник существует, люди напиваются из этого источника, еще в свои страны привозят, аль-хамдул-Лля. После того, как он совершил это, он выходит из состояния храма, стрижет волосы или бреется, и ждет дня Тарвия. В восьмой день, опять одевает и храм, со словами, о, мой Господь, я перед тобой, чтобы совершить хадж. И опять начинает говорить тальбия. Выезжает на местность Мина, палаточный город, это сунна в первый день там ночевать, пророк, саллаху алейсалям, набирал силы, перед самым важным днем, следующим, девятый день вместе с дул-хиджи, арафа. Ведь пророк Мухаммад, саллаху алейху алейху асалям, сказал, хадж есть арафа, это является столпом хаджа. Если человек хотя бы 5 минут до заката солнца не был на горе Арафа, его хадж недействителен, он должен будет заново совершить этот хадж. Вот этот первый день он ночует там, все намазы совершают своевременно, только сокращенно. Судно не читает, читает витер намаз, можно читать, тахаджут намаз, но раватип он оставляет. На следующее утро, девятый день с дул-хиджи, день Арафа, все паломники выезжают на Арафа и отдыхают там до обеденной молитвы. Потом, когда наступает обеденная молитва, до этого имам худбу делает наставление, и паломники читают сокращенно совмещенно намаз аз-духр и аср. То есть, почему сокращенно совмещенно? Потому что пророк Мухаммад, с.с. сказал, Самый лучший дуа, это дуа день Арафа. И самое, что лучше говорил здесь я и пророки, которые были домены, сказал, весь этот день Рава сал 2010-2002 дуа IIative, просил дуа, чтобы даже фарды, намазы, его не отвлекали от дуа. Дуа, 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 самое лучшее дуа. И в этом году был пятничный день, и арсад вместе они сошлись, аль-хамдул-Лля, также есть в пятницу тот день, тот час, когда Аллах, субхану-те-Аля, принимает дуа. После того, как садится солнце, люди выходят в сторону муздалифа. Потом вы направляетесь туда, куда направляются люди. Муздалифа – это под открытым небом, там худжаджи, паломники спят, собирают камушки для того, чтобы на следующий день бросать. Совершают там магриб-намаз и аиша, сокращенно, совмещенно. После утренней молитвы, в следующий день, 10-й день вместе с дуа-ль-хиджи, в этот день паломники идут, чтобы кинуть 7 камушек в большой столб. Джамрат-у-ль-Кубра – там есть маленький столб, средний столб и большой столб. С каждым броском Аллаху Акбар или Бисминаллаху Акбар 7 раз кидают и выходят. Тем самым они выходят из состояния храма, снимая свой храм, все им дозволено, что было дозволено до храма, кроме супружеской близости. Совершают в этот день или в последующие дни, в течение дуа-ль-хиджи, у них останется большой таваф. Совершить большой таваф, то есть главный таваф хаджи называется таваф или ифава. Также нужно зарежить барашку, побрить голову или постричь голову. И вот этот, как бы он выходит из этого состояния храма. В последующий день он ночует, уже 11 день дзул-хиджи, то есть после курбан-байрама, в следующий день ночует в Мине. Все намазы совершаются своевременно, но сокращенно. И после заваля, после обеденной молитвы, люди выходят опять в сторону джамрата и кидают камушки. Вначале 7 камней в маленький столб, останавливаются, делают дуа. 7 камней в средний столб, останавливаются, делают дуа. 7 камней в большой столб, дуа не делают, возвращаются обратно в Мину. В эти дни это аяму-ль-аккли ва-щурби ва-зикри ла-хи-та-аля. Как сказал пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям, эти дни для того, чтобы кушать, пить и вспоминать Аллаху, субхану ва-та-аля. Поминать Аллаха, возвеличивать, субхану ва-та-аля. И на следующий день также ночует он, хаджи ночует на Амине, также совершает молитвы своевременно. После заваля, после обеденной молитвы опять кидают в три столба камушки. После первого столба делают дуа, после второго делают дуа и после третьего возвращаются. Могут остаться еще на одну ночь, но могут вернуться уже в Мекку. Как сказал субхану ва-та-аля. То, кто раньше ушел, на нем нет греха. То, кто позже ушел, на нем тоже нет греха. И у него остается последний таваф перед уездом домой. Это за последние, скажем, несколько часов. Последний таваф уль-вада, прощальный таваф. После этого тавафа нельзя покупать ничего, заниматься торговлей. И вот это вот как бы вкратце я вам рассказал представление хаджи. Теперь хотелось бы посмотреть, какая награда за все это, за камушки. В чем смысл этого всего? Зачем нужно таваф делать? Зачем камушки бросать? Зачем нужно жертвоприношение делать? В хадисе, который приводится от Ибн Умара, Раду Аллаху Анхума. Он сказал, Посланник Аллаху, салам, был на долине Мина, в палаточном городе. Хадис от Ибн Умара. Ибн Умара передает. И пришли два мужчины. Один из ансаров, из жителей Медин, другой из Баню Фа'киф, из другого Тейпа. И сказали, О, Посланник Аллаху, мы пришли к тебе, чтобы спросить тебя. И Посланник Аллаху, салам, уже понимал, что они хотят спросить. И сказал, Если хотите, я сам отвечу, что вы хотите спросить. Если хотите спросить, я промолчу и вам отвечу. И они из Гилка, из Адаба, перед нашим пророком Мухаммадом, салам, алейсалам, сказали, Ахбир на я, Расулллах. Нет, ты расскажи. Если ты понял, зачем мы пришли, ты расскажи. И сказал он, Вы пришли, ты пришел для того, чтобы спросить. Ты выехал из своего дома. Оставил свою семью для того, чтобы приехать на территорию Аль-Харам. И хочет спросить, какая тебе награда за это. И хочет спросить, касательно двух ракаатов после тавафа. И какая тебе награда за это. И также ты хотел спросить, какая награда за обход между сафа и марва. И какая награда за это. И ты пришел, чтобы спросить, какая награда за то, что ты стоишь на горе Арафа. И ты пришел, чтобы спросить, если я побрею или постригу голову, какая награда за это. И ты пришел, чтобы спросить за главный таваф хаджа и фада. И какая награда тебе за это. И он ему ответил, я клянусь тем, кто тебя послал с истины, ради этого я пришел спросить тебя. И тогда он ответил, я думаю, этот хадис нас всех подборит для того, чтобы совершать хадж, братья, и не пренебрегать этим. В тот момент, как ты только покинул свой дом, и ты шел пешком, или на верблюде, и останавливался, и останавливался своим верблюдом, или летел, например, с каждым сегодняшний день на самолете, делал пересадки, или ехал на машине, с каждой остановкой, с каждым ходом, с каждым шагом, Аллах прощает грех и дает себе награду. Однако два рака'ата также, после тавафа, награда за это, как будто ты освободил раба из бани Исмаила. Пройти между савафа и марва после этого, как будто ты освободил 70 рабов. Одного раба, если этот человек освободил раньше на пути, Аллах, спасается от наказания ада. Как будто 70 рабов освободил. Однако также твое стояние на горе Арафа. В этот момент Аллах спускается на сама Дуния, на первое небо. И гордится за вас перед своими ангелами. Говорит Аллах, Пришлись мои рабы сюда, уже во время Арафа, и храм твой уже в пыли, твои волосы заверошены. Приехали с каждого уголка мира. Они хотят мою милость получить, мое прощение. Если у вас будет столько грехов, подобно, сколько песка на земле, или столько ваших грехов, сколько капель после дождя, или столько грехов, сколько пены в море, Я все грехи вам прощу. Идите дальше, мои рабы. Арафа закончился. Я вам простил все грехи. И простил все грехи тех, за кого вы просили дуа на Арафате. Да, Аллах, чтобы Аллах нам все грехи простил, братья мои. И за каждый твой бросок ко мне, Аллах прощает тебе каждый грех, великий грех. И за каждый волос, который ты постриг, побрил, Аллах прощает грех. И твой таваф, главный таваф, после этого. Ты делаешь уже таваф в тот момент, когда на тебе нет ни одного греха. То есть ты приезжаешь, чтобы совершить главный таваф, твои грехи все прощаются. И Аллах говорит, я в этот момент посылаю ангела, который ставит свою руку на твою грудь и говорит, Дальше, раб Аллаха, делай, совершай благие дела, ты новорожденный ребенок, все твои грехи прощены. Поэтому, братья мои, да, Аллах, чтобы мы всем каждому, Аллах дал нам облегчивать, совершить хадж, чтобы Аллах принял наш хадж, чтобы на следующий год, кто не был на хадже, постарался поехать туда, иншаллах. Вот такая великая награда за этот хадж. И все это сделано ради одного, чтобы возвеличить имя Аллаха. Аллах говорит, пророк сказал, Аллах предписал совершить таваф вокруг дома, между сафа и марва, и кинуть, сбросить камушки, для того, чтобы возвеличить имя Аллаха. И аяты хаджа переполнены, возвеличены имя Аллаха. Аллах говорит, Когда закончите Арафат, стоя на Арафат, опять вспоминайте Аллаха. Потом направляйте в сторону муждалифа. И что делаете? Просите прощения у Аллаха. Субханаллах, целый день ты стоял на Арафат, просил прощения. Опять просил Аллаха прощения. И когда закончил весь свой хадж, И когда вы закончите свои брады хаджа, вспоминайте, помните об Аллахе. Дай Аллах, субханаллах, нам всем брать и награду. Дай Аллах, субханаллах, бараката, альхамдуллях. И благодарим мы. Знаете, что хотел сказать, когда стояли на Арафат, когда делали Каабу, даже сейчас мы в мечети сидим. Какая милость для нас, Аллаху, субханаллаху, субханаллаху, мы не едем в какую-то другую страну, чтобы поклониться корове, или поклониться идолам, или поклониться солнцу, или луне, или поклониться чему-то другому, помимо Аллаха, насекомым, а мы поклоняемся одному Создателю, и мы должны беречь это, крепко держаться за ветвь Аллаха за Кур'ан и за сунну. И тот, кто крепко держался за религию Аллаха, Аллах даст ему возможность умереть на религии Аллаха, и в итоге быть счастливым, зайти в вечную райскую обитель.